Приветствую всех на канале Левитов Чес. С вами международный игросмейстер Борис Грачев в новой рубрике, посвященной шахматам Фишера. Мне очень нравятся фишеровские шахматы. Являясь большим сторонником этой игры, я огорчен отсутствием должного внимания к ней. В серии из нескольких видео мне бы хотелось хотя бы отчасти восполнить этот пробел. Я поделюсь своими мыслями, а также высказываниями лучших шахматистов прошлого и современности об игре в целом и приведу анализ избранных партий. В 1992 году легенда мировых шахмат, одиннадцатый чемпион мира Роберт Фишер сенсационно возвращается на сцену, спустя 20 лет сражаясь в матче-реванше с Борисом Спасским. Во время своего пребывания в Югославии, где проходил матч, Фишер выступает с экстравагантным предложением, что фигуры в начальной позиции неплохо было бы перемешать случайным образом. Все же матч прошел по классическим шахматам, Фишер победил и провозгласил себя чемпионом мира. Но нас сейчас больше интересуют фигуры, перемешанные случайным образом на первом и последнем ряду. Для удобства, чтобы не повторять длинную фразу, мы будем использовать английские термины Random Chess. Идея, как выяснилось, это не нова и корнями уходит в далекий 1792 год, когда голландский генерал Филипп Юлиус Ван Зеллен Ван Нейвилд первым из голландцев написал книгу о шахматах и, вероятно, стал первым человеком, который пришел к мысли о случайной расстановке исходного положения фигуры. Представьте только, почти 230 лет назад Ван Зеллен писал, что ненавидит дебюты со всеми раздражающими, постоянно повторяющимися шаблонами, в то время как рандомизация начальной позиции породит огромное количество ситуаций, и никто не сможет изучить их заранее. Первая партия в такие шахматы была сыграна в 1842 году между Ван Дерховеном и Александром Аароном. Мы видим на диаграмме вот такую начальную позицию, ребята что-то перестарались и зачем-то решили запузырить свои пешки по вертикалям b и g на одну клетку вперед. Спустя 9 лет была сыграна еще одна партия между все тем же Ван Дерховеном и бароном фон дер Лазой. Соперники уже одумались, вернули пешки на свои начальные позиции, но тут мы видим, что слоны расположены на полях одного цвета. Белых на А1 и Е1 и соответственно у черных на А8 и Е8. До Фишера о будущем шахмат задумывались и другие ведущие игроки своего времени. В 70-е годы прошлого столетия активно увлекался рандомом Давид Бронштейн, а Хосе Рауль Капабланко, опасаясь растущей теории и грядущей связи с этим ничейной смерти, даже изобрел свой вид шахмат, в котором игра ведется на доске 8 на 10 и добавляются две новые фигуры канцлер и архиепископ. Впрочем, ближе к концу прошлого столетия стало ясно, что слухи о ничейной смерти сильно преувеличены. Ясно это и по сей день. Шахматы же в докомпьютерную эпоху переживали свой золотой век и на все попытки видоизменить игру вполне резонно смотрели сквозь пальцы. Настают 90-е, дебютная теория продолжает развиваться семимильными шагами, появляются первые компьютеры и Фишер, как человек, безусловно опередивший свое время, все больше погружается в разработку своей вариации игры. Проживает он в то время в Венгрии, часто бывает в гостях у Лилиенталя, Лека и семейства Полгар, играя тренировочные партии в рэндом. На этой одной из немногих сохранившихся фотографий, сделанный летом 1993 года, Фишер играет Сьюзан Полгар. Если внимательно присмотреться, видно, что король располагается в углу доски. Отсюда можно сделать вывод, что это еще не вариант современных шахмат Фишера. Хотя Фишер был очень доволен, что математически сумма стартовых позиций была очень большой, ему вскоре стало понятным, что наличие на доске двух однопольных слонов производит неприятное впечатление, создает ограниченные возможности на шахматной доске. Также воспрепятствование права на рокировку означало бы шаг назад. Современные новаторы иного мнения, они полагают, что главное сохранить единственную начальную расстановку, удовлетворяющую их запросам о гармонии. Возвращаясь к Фишеру, плодом всех его размышлений и практики тренировочных партий стала формулировка правил в сентябре 1993 года. Широкой же общественности свой вариант шахмат Фишер предоставил на пресс-конференции в аргентинской столице Буэнос-Айресе 19 июня 1996 года, указав на то, что с его новым улучшенным видом шахмат творчество и талант будут важнее запоминания. Я люблю шахматы и изобрел Фишер Эндом для того, чтобы поддержать их на плаву, а не для того, чтобы уничтожить. Предлагалось уже много игр с другими правилами, доской 10 на 8, новыми фигурами и всем таким прочим. Мне это неинтересно. Я хочу сохранить старые шахматы, дух прежних шахмат, чтобы игра не деградировала до зубрёжки и до говорняков, как сейчас. Для того, чтобы играть на маломальски приличном уровне, нужно запоминать гигабайты информации. Неужели мы за это так любим нашу игру? На той же пресс-конференции было объявлено о матче фишеровские шахматы с классическим контролем времени между филиппинским гроссмейстером Эугенио Торре, близким другом Фишера, и двукратным чемпионом Аргентины гроссмейстером Пабло Рикарди. К сожалению, матч сорвался, и фишеровские шахматы с длинным контролем времени до сих пор так и не сыграли. Теперь перейдём к конкретике и, собственно, правилам шахмат Фишера. В начальной позиции пешки мы не трогаем. Как стояли на второй и седьмой горизонтали, так и стоят. А фигуры белых и чёрных располагаются на первом и восьмом ряду случайным образом, с несколькими важными ограничениями. Фигуры белых занимают места идентично фигурам чёрных. Без этого ограничения число позиций порядка 25 миллионов. Отсекаем это, оставляем десятки тысяч позиций. Слоны должны располагаться на полях разного цвета. Убираем позиции с однопольными слонами, оставляем пару тысяч позиций. И самое главное, что, собственно говоря, и делает фишеровские шахматы шахматами его имени. Ладьи должны располагаться по разные стороны от короля для того, чтобы сохранить возможность рокировки. Всего таких позиций 960, что дало игре ещё одно название шахматы 960. Как видно из названий Random Chess или Chess 960, имя Фишера не упоминается. Вероятно, сделано это специально из-за его весьма одиозных высказываний. Но ещё раз подчеркну, что если мы играем вариантно с рокировкой, то мы имеем дело именно с шахматами Фишера. Об этом самом удивительном ходе в шахматах, а в шахматах Фишера тем более, мы подробно поговорим далее. Давайте разбираться, как же рокировать в шахматах Фишера. На самом деле всё очень просто. Временами необычно, но просто. По завершении рокировки король и соответствующая ладья оказываются на привычных нам полях. Король на G1, а ладья, расположенная ближе к вертикали H, на F1. Соответственно, располагается на C1, соответствующая ладья, располагающаяся ближе к вертикали A, на D1. Король на C8. Нельзя рокировать в абсолютно тех же ситуациях, что и в обычных шахматах. В тех случаях, когда между королём и ладьё есть другие фигуры. Если король находится под шахом или в результате рокировки попадает под шах. В том случае, если король и соответствующая ладья уже ходили ранее. И если король при рокировке должен пройти через битое поле. Давайте посмотрим, как выглядит рокировка на конкретных примерах. В данном положении при своём ходе обе стороны могут рокировать, как в короткую, так и в длинную сторону. Для удобства я буду придерживаться привычных нам терминов короткой и длинной рокировки. Для тех, кто только знакомится с шахматными фишерами в онлайне, уточню, что наиболее удобным способом рокировать является перемещение короля на соответствующую ладью. Давайте попробуем. Длинная рокировка получилась. Не пытайтесь делать длинную рокировку ходом короля на поле c1. В этом случае просто пойдёт на c1. Белые могут рокировать в длинную сторону. Безусловно, это короткая рокировка. Многим, например, Василию Михайловичу Вуенчуку, такой ход кажется слишком вычурным. Мне же так не кажется. На мой взгляд, это нисколько не портит шахматы. Наоборот, добавляет красок и зрелищности. Чёрные в данный момент не имеют права рокировать в коротку, так как король в этом случае проходит через битое поле d8. Однако сохраняется опция длинной рокировки, так как король в этом случае перемещается с b8 на c8 и не проходит битое поле d8. Как мы видим, при таком типе рокировки задействованы и король, и ладья. Посмотрим другие виды более необычных рокировок. В этой ситуации ладьи уже расположены на нужных нам полях. На f1 и на d1. Соответственно, рокировку в этом случае делает один король. Короткая в данной ситуации рокировка белых невозможна, так как в этом случае король проходит через битое поле f1, которое бьётся чёрным ферзём. Заметьте, король не перепрыгивает или не перелетает с одного поля на другое. В этой ситуации он как бы проходит сквозь ладью, а проходя сквозь ладью, проходит и через битое поле на f1. Белым доступна опция длинной рокировки. У чёрных же обе рокировки возможны, как короткая, так и длинная. Следующий прикольный пример можно преподносить как задачку-шутку или головоломку, спрашивая, могут ли спастись чёрные. Кажется, что они обречены, ведь ладья на h8 должна погибнуть. Если бы мы играли в обычные шахматы, то так бы оно и было. Однако в фишеровских на помощь приходит рокировка ладьёй. Ладья исчезает с поля h8 и приносит себя жертву на поле f8 за слона белых. Ничего, кроме как побить эту ладью у белых, нету. И после слона f8, ферзь f8 получается абсолютно ничейный ферзевый эншпиль. Бывает и рокировка, когда король с ладьёй меняются местами. Частенько она делается на самом первом ходу, как, например, в этом положении. Белые могут сделать рокировку, чёрные могут ответить аналогично. Посмотрим случай, когда рокировка так или иначе оказывала решающее значение в партиях между очень сильными шахматистами. Первые два примера весьма комичны. Позиция из партии Свидлера с Ароняном из матча на первенство мира по шахматам 960 в Майнце 2004 года. Пётр играет e6. И что мы видим? У чёрных большой материальный перевес, лишнее качество. И всё, что нужно сделать, это ввести в игру ладью, прозябающую на поле a8. Этому способствовал простой ход король a7. Тактические зорки обратят своё внимание на то, что в этом случае белые могут забрать пешку на g5, пользуясь тем, что бить слона нельзя ввиду вечного шаха, который объявляют белые. После ферзь c7, король a6, ферзь c4. Король чёрных не может скрыться от преследования ферзя белых. Однако после слона g5 у чёрных появляется очень сильный ресурс, а именно ход ладья a на g8. Ладья входит в бой и теперь чёрные вновь не хотят побить на g5 слона, так как в этом случае опять будет вечный шах. Но они создают несколько других угроз. Первая из них это слон бьёт f2. Вторая это просто сыграть король b8 и защитить пешку на c7. Угроза слона f2 отражается в варианте, например, если белые играют h4, то после слон бьет f2, ладья бьет f2, ферзь c1 шах, король g2, ладья бьет h4. И после ферзь c7, король a6 поле на c4 защищает чёрные ладья, а слон g5 гибнет под связкой. Если же белые вместо h4 уводят коня с поля f2, то чёрные просто защищают пешку на c7 с неотразимыми угрозами по линии g. После ладья бьет f5, ферзь g5, сильнейший удар. И сдвоенные пешки по линии h упаковывают белого короля. У них нет ничего лучше, кроме как отдать ферзя, спасаясь от мата. Если же белые в этой ситуации играют e7, возобновляя угрозу пешки c7, то чёрные могут просто забрать слона. И в этом случае, после ферзь c7, король a6, ферзь c4, король b7, ферзь d5, белая пешка покинула. И в этом случае, после ферзь c7, король a6, ферзь c4, король b7 и шаг с d7 у белых нет. Левону же показалось, что он вправе сделать рокировку. Он взялся за ладью a8 и с невозмутимым видом передвинул её на d8. Когда же ему сообщили, что в этом случае должен подвинуться на поле c8 и его король, Левон был крайне разочарован. Ведь в этом случае, после трёх нулей, он получает мат в один ход с поля a8. Что делать? За ладью Левон взялся и пришлось сделать совершенно идиотский ход ладьёй, ладья оси. Даже в этом случае у чёрных оставался небольшой перевес. Однако Левон был так расстроен, что в итоге эту партию проиграл. Второй пример из блиц-партии между Максимом Ашиелограммом и Сэмом Шэнклоном. Партия играла в Сент-Луисе в 2018 году. Рассмотрим её с самого начала. Максим довольно вальяжно разыгрывает дебют. Е4, b6, конь g3. Обращаю внимание, что выход коня перед пешкой в дальнейшем скажется. Е6, слон е2, наивно пытаясь объявить шаг. Слон b7. Сэм говорит, что шаг на a6 я получать не хочу. f4, f5. Перед белыми встаёт первый вопрос. Что же делать? Хочется пойти е5, но в этом случае, после g5, чёрные подрывают пешечную структуру белых и конь на g3 мешает её укрепить. Не будь коня на g3, белые бы пошли пешкой на g3 и укрепили бы свой пешечный центр. Хотя, скорее всего, белым всё равно стоило пойти на эту позицию. Максим же сыграл е, и после е, b3, g6. Видно, что чёрные очень хорошо разобрались в стартовом отрезке. Конь на g3 очень ограничен. Видно, что он упирается в пешечный костяк чёрных. Последним своим ходом Сэм укрепил пешку f5 и вот-вот готов сыграть слон f6 и осуществить выгодный для себя размен чернопольных слонов. Последовало конь f3. Слон f6. Меняться белым невыгодно, так как в этом случае ослабны чёрные поля возле белого короля, а чтобы рокировать в короткую сторону, нужно вывести ферзя. Развивать его не так удобно. d4 играть тоже не хочется. Крайне слабым в этом случае окажется поле е4. Поэтому Максим решается на ход конь е5 с идеей после фержа 7, d4, d6, пожертвовать фигур. Хотя всё ещё стоило отойти на f3. В этом случае ничего страшного для белых не происходит. Да, у чёрных небольшой перевес, но вся игра впереди. Максим же решил играть в гамбитном стиле. Отдал фигуру. Сэм её забрал. Слон е7. Кажется, что у белых весьма достойная компенсация за пожертвованную фигуру. Ведь все фигуры чёрных располагаются на двух последних горизонталях. Также в опасности может оказаться король, располагающийся на c8. После ферзь d4 ему грозит мат в один ход с поля d7. Уже в этом положении Сэм мог сделать длинную рокировку. В этом случае у белых нет никакой компенсации. Впрочем, ход слон a3 ещё пока ничего не портит. Король b1, ферзь е7. Белый играет ладья d2. Мы все так привыкли, что в классике при битом поле на d8 длинная рокировка невозможна. И играя фишеровские шахматы, порой забываем об этом. Забыли об этом и игроки. Сам играет конь g7, в то время как 3-0 моментально заканчивала партию. У чёрных просто лишняя фигура всего лишь за пешку. После конь g7 ладья f на d1. Отметим, что короткая рокировка в этой позиции невозможна, ведь король пройдёт через битое поле d8. Конь e6. Ещё один ошибочный ход. Вновь выигрывала длинная рокировка. После же конь e6, ферзь е4, у белых появляются серьёзные угрозы. Ладья готова вторгнуться на d7. Слон готов помочь в этом с поля b5. Кроме того, провисает пешка на a7. Сэм защищает поле d7 ходом ладья d8. Вновь сильнее было 3-0. После ферзи a7, ладья d2, ладья d2. Грозит крайне неприятный ход слона a6 с матовыми угрозами. Поэтому нужно отдавать ещё одну пешку. b5, слон b5, слон c5. После ферзи a4, ладья d8, у белых, по крайней мере, есть целых три пешки за фигуру. После ладья бьёт d8, конь бьёт d8, е6. Грозит ферзь d7. Также открывается слон белых с поля a1, который атакует коня h8. И ввиду двойного удара белые отыгрывали фигуру. Но Максим ведь тоже полагает, что длинной рокировки чёрных не существует. Поэтому продолжает спокойно наращивать давление, играя слон b5. Размен на поле d2. И теперь что делать? Вновь грозит слон d7 или ладья d7. Сэм, не помня о возможности рокировки, отдаёт пешку ходом c6. Вновь выигрывала 3-0. И после ладья d8, конь d8, ферзь бьёт a7. Очень сильно ферзь b4, атакуя белого слона, а также угрожая матом с поля e1. После же c6, слон c6, вновь была возможность рокировать длинную сторону. Вновь она была упущена. После слона c6, ферзь c6, конь c7, e6. Белые наконец-то прорвались, добираются до коня h8. И теперь уже, можно сказать, последний раз длинная рокировка выручала чёрных. Здесь уже они борются за равенство, но после трёх нулей ладья d8 или ладья d7, что ведёт к той же позиции. Ферзь d8, ферзь d7. И слон h8, белые отыгрывают фигуру, но у чёрных есть время для того, чтобы атаковать белые пешки и наладить сопротивление. Конь d5, атакуя пешку f4. Защищать ходом конь e2. После слона e5, конь e3, потеряется пешка на g2. После конь e2, конь e3, атакуем на g2. g3, конь f1, атакуем на h2. И после h3, слон c5, чёрные готовы атаковать пешку на g3 ходом слона f2. Когда же она двинется на g4, можно будет разменяться fg, hg и создать себе проходную ходом h5. В этом случае у чёрных достаточно контр-игры для поддержания равновесия. Но Сэм вновь рокировку не делает. Забирает на e6. И после ферзь e6, конь e6, слон h8. У белых достаточно времени, чтобы консолидироваться и начать реализацию. У белых достаточно времени, чтобы консолидироваться и начать реализацию. С чем Максим исправился? Можно сказать о том, что Максим играл в фишеровские шахматы, а Сэм в смесь фишеровских и шахмат-кравника. И потерпел поражение. В общем, рокируйтесь правильно. Теперь пример того, когда рокировать вовсе не выгодно. Партия между Петром Свидлером и Муртазом Кашгалеевым. Сыгранная в Майнце в 2002 году. После дубла b3, f5, c4. Логичные развивающие ходы. Конь g6. Допускает захват центра путем d4. Намного логичнее было бы сразу воспрепятствовать этому и сыграть c5. Хорошо, конь g6, d4. При подобном расположении слонов в углу доски, ведь чтобы развить одного из них, не так-то просто не закрыть при этом другого. Ведь в случае c5, белые могут иногда сыграть d5, закрыв слона на а8. В этой ситуации пока это еще не проходит, так как у черных есть всегда подрыв ходом e6. Так, после d4, b6, конь d3. Муртаз играет конь f6 и, судя по всему, уже здесь выбирает план во что бы то ни стало рокировать в короткую сторону. Вместо хода конь f6 была интересная возможность сыграть c5. Теперь d5 играть белым плохо, они не удерживают свой пешечный центр после e6. Слоны черных открываются и получают свободу. После же dc черные могут как просто побить на c5 с хорошей игрой, так и воспользоваться моментом и сыграть в гамбитном стиле пожертвовав пешку к ходам e5. И на cb еще один интересный ход ферзь e6. Игра в стиле северного гамбита. Теперь забирать пешку на a7, проявлять жадность белым совсем невыгодно. После baa слон a7. У черных подавляющая позиция. У них и центр, работают слоны. Все фигуры белых прижаты к первой горизонтали. Мощнейший пешечный центр. Если же белые не берут на a7, а играют f3, после a b у черных хорошая компенсация за пожертвованную пешку. В партии последовал конь f6, f3. Отмечу, как Петр развивает своих коней. По заветам Фелидора. Сначала вперед идет пешка, как это было с конем, расположенным на поле e1, d4. Затем конь d3. Конь же, расположенный на поле h1, после f3, будет отлично себя чувствовать на поле f2. Помимо этого, ходом f3, белые ограничивают черного коня f6 и слона a8. Муртаз продолжает действовать в выбранном им направлении, во что бы то ни стал аркировать. Ферзь f7, ход слабый. Следовало немного потерпеть и сыграть e6. Сыграть погибче. Надо помнить, что черные еще могут аркировать и в длинную сторону. А здесь, после e6, затем можно было бы сыграть d6 с последующим c5. Так как сразу c5 в данной ситуации не так выгодно после dc. Играть гамбит e5 уже не так хорошо, так как черные отдают слишком много материала. А после bc конь c5, здесь компенсация за пешку не так очевидна. После ферзи f7 можно было сразу воспользоваться неудачной вылазкой черного ферзя путем конь e5. Теперь бить коня невыгодно. После dc черный конь на f6 не имеет достойных путей к отступлению. И после конь g8, и после конь e8 он будет сильно ограничен пешкой e5. А после коня h5 у белых есть очень сильный ход g4 с захватом инициативы. У белых большой перевес. В случае же ферзь e6 вновь уже знакомый нам ресурс. Сильнейшая g4, и после fg, fg грозит слон f5, g5. Видно, что белые заметно опережают в развитии черных. Дела черных плохи. Но, вероятно, опытный Петр Вениаминович, подозревая, что его соперник на следующем ходу сделает короткую аркировку, решил не мешать его неудачному замыслу. Действительно, после коня h на f2 последовала короткая аркировка, очень слабый ход. Король становится прямо под все вражеские фигуры. Белые вот-вот сыграют g4, откроют ферзя. Белые слоны с b1 и a1 атакуют по диагоналям. Вот-вот в бой войдет конь с d3 на e5. В общем, позиция черных начинает трещать по швам. Вместо этого можно было сопротивляться путем хода c5. Пользуясь тем, что конь, вставший на f2, перекрывает дорогу ферзю, и теперь у белых не хватает ударов на поле c5. То есть, соответственно, пешка на c5 не провисает. Неудачно в этой ситуации за белых d5. После e6, e4, белые не удерживают центр. После fe, fe, сказывается связка по линии f. Конь от e4. Черные выигрывают пешку. Если белые просто забирают на c5, dc, bc, ничего страшного для черных не происходит. У них нормальная позиция. Могло смущать, конечно же, уже известный нам конь e5. Но в этом случае, после fe6, черные уже сыграли c5, и теперь атакуют коня белых. Готовы побить как конем, так и слоном. А если белые продолжают наступать и атакуют черного ферзя ходом d5, то на помощь приходит весьма неординарная жертва фигуры. Конь бед d5, cd, ферзь d5. Шаха атакован конь на e5, нужно играть конь e на d3. И, например, после слона f4, атакую ладью на c1, мы видим, что у черных весьма приличная компенсация за пожертвованную фигуру. У них две пешки по центру, которые вот-вот войдут в игру. Король белых чувствует себя некомфортно на поле d1. Для того, чтобы рокировать в короткую сторону, нужно убрать ферзя с поля g1. Как это сделать, совершенно непонятно. И, в общем, у черных весьма достойная компенсация и хорошие шансы, возможно, даже на перехват инициативы. После же слабого 2-0 белые начинают решающее действие на h-фланге. Ходом g2 на g4. fg удержать базу не получается. После e6 вновь сильный ресурс. конь e5, конь e5, de, конь e8 и f4. Белые вот-вот сыграют 3-0 и постепенно начнут атаку по линии g. В случае же f4 последовало бы g5. Конь отгоняется на e8, так как в случае коня h5, fg4 он практически гибнет. Чтобы его спасти, нужно делать совершенно немыслимый ход. Конь h8. Ну и понятно, что дела черных плохи в этой ситуации. И последовало fg, конь g4. И видно, что черные рокировку-то сделали, но с развитием сильно запоздали. c5, слишком поздно. Конь d5 играет с Фиддлер. В принципе, белые здесь уже могли сыграть d5. Для наглядности я продемонстрирую почему. e6 сразу невозможно подрывать центр. После слона f6, gf, конь h6 теряется ферзь. В случае же конь g4, fg4, e6. Здесь уже белые могут укрепить центр ходом e4. И слон на a8 остается вне игры. Этот демонстративный вариант совершенно необязательный. Сфиддлер в партии сыграл очень сильно. Конь d5. Теперь брать конем нельзя ввиду вилки. Конь h6 с выигрышем ферзя. Отступать на e8 также плачевно. После конь g6, hg, конь e5. Белые выигрывают пешку на g6, а с ней и партию. Муртаз забирает слоном. Конь бьет e5, конь e5, dE. Конь h5. И теперь очень сильный ход f4, выключающий из игры коня черных на h5. Бить пешку нельзя, так как белые пользуются решающим тычком. e5, e6. И на dE ладья f4. Ладью бить нельзя, ввиду того, что черные получают мат на поль g7. Если же играть d6, как-то попытаться подорвать пешечную структуру белых, то просто длинная рокировка. конь на h5 вне игры, и белые вот-вот приступят к решающей атаке. В партии последовало e6, e3. В принципе, уже здесь можно было прорываться ходом f5. После e, f, ладья f5, ферзь e8, ферзь g4, атакую коня. g6 не помогает, ввиду ладья h5. А после ладья f5, слон f5, висит пешка на d7. Белые ее вот-вот заберут. Черные проигрывают. Петр Вениаминович использует принцип не спешить, играет просто e3. В общем-то, понятно, что прорыв f5 от него никуда не убежит. Далее последовало ладья цена d8, 3-0. На g6 было бы сыграно f5, не допуская перевода коня через g7 на f5 с укреплением позиции. Мурта сыграет слон c6. f5, ферзь g5. Снова возможно было сразу играть f5, но Свидлер делает все это со всеми удобствами. После короля h8 развивается финальная атака. f5, ладья d8, fe, ферзь f1, ферзь h5, красивый промежуток, не забирая ферзя черных, не реагируя на их агонию. После g6, слон бьет g6, ладья е7, еd, черные сдались ввиду следующего варианта. Слон d7, вскрытый шаг е6, король g8, слон бьет h7, и после ладья h7, ферзь g6, белые объявляют мат. Рокируйте не только правильно, рокируйте вовремя и в нужный подходящий момент. В завершении каждого выпуска я бы хотел приводить цитаты о фишерских шахматах очень известных людей. Сегодня это будет Магнус Карлсон. Думаю, что будущее классических шахмат в их нынешнем виде несколько сомнительно. В классическом формате за доской я бы очень хотел видеть больше турниров по шахматам фишера. Это было бы очень интересно, поскольку, по моим ощущениям, именно они хорошо сочетаются с классикой. Ведь для того, чтобы провести партию в шахматы фишера на маломальске высоком уровне, нужно много времени. В этом можно убедиться, посмотрев, как играют в них сейчас, когда задействован рапид формат. Игроки допускают фундаментальные ошибки в дебюте, качество партии невысокое. Мы далеки от понимания этой игры и думаю, что она значительно улучшилась бы, если бы нам предоставили возможность играть в шахматы фишера с классическим контролем времени. Очень на это надеюсь. Что ж, можно лишь согласиться с Магнусом. Примеры, которые мы разобрали, тому подтверждение. Согласитесь, трудно себе представить, чтобы столь именитые шахматисты допустили бы подобные ошибки в игре с длинным контролем. Поэтому, пока зачастую вся глубина и красота шахмат фишера остается в анализе. На этом все. Спасибо за внимание. Играйте в шахматы фишера. Субтитры создавал DimaTorzok